Сирота из Усть-Кулома все-таки смог решить свой квартирный вопрос. Правда, через суд. Молодой человек проявил завидную активность и находчивость. Евгений Ракин выслушал все стороны этой истории. Алексей Евгин получил благоустроенную квартиру с центральным отоплением, электричеством, канализацией и водоснабжением. Молодой человек уже начал обживать свои квадратные метры. В принципе, ремонт квартиры требуется не очень большой. Покрасить окна и переобои, но так уж не мог. Так капитального ремонта не требует. Пять лет Алексей Елькин бегал по инстанциям, заполнял документы и приносил справки. За это время успел окончить пединститут и отслужить в армии. В этом году суд признал его право на получение жилья вне очереди. Чтобы добиться исполнения этого решения, молодому человеку пришлось проявить настойчивость. В ходе исполнительного производства сам взыскатель обратился к нам, сообщил информацию, что в селе Усть-Кулом продается жилье, есть возможность приобрести это жилье для него. Приняли от него заявление, обратились к должнику, это администрация муниципального района Усть-Куломский. И последствия администрация, как должник, это жилье закупила. Это первое принудительное исполнение решения суда по сиротам, отметили Усть-Куломские приставы. На очереди еще 13 исполнительных листов. Цвета на липина 11 списке. Вместе с семьей скитаются по съемным квартирам. Сейчас проживают в однокомнатной за полторы тысячи рублей в месяц. Печь разваливается, потолок протекает в полу щели. Когда появится своя крыша над головой, ответа нет. Нам предлагали варианты. Приносите номера телефонов, которые продают жилье, или с хозяевами вместе приходите. Я уже туда относила номера очень много. А сколько много? Очень много. Уже не знаю даже по числу сколько. Но все без варианта. По словам районных чиновников, выполнить обязательства непросто. Цена квадратного метра в Усть-Куломе завышена, новостроек нет. А вторичное жилье не всегда соответствует заявленным законе требованиям. Да и волокита. Одним только конкурс занимает больше месяца. Упростить процедуру можно, считают в администрации района, если выдавать сиротам сертификаты. Мы бы тоже и предлагаем обращались в республику, чтобы действительно разрешили и изменили законодательство, чтобы мы могли предоставить сертификаты. Тогда будет легче, потому что сироты могут найти какую-то квартиру, дом, они заключают договоры, ну, запущают не пока, то они через банк оплачивают эти деньги. Однако это невозможно, отметили в социальном комитете Госсовета Республики. С 2013-го вступают в силу изменения в федеральном законодательстве. И сироты не смогут приватизировать жилье первые пять лет. А сертификат дает право на покупку квартиры в собственность. Евгений Ракин, Анастасия Колесникова, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.